Замечательный гость у нас в студии, одержимый экскурсовод Андрей Ступаченко. Давайте встречать, аплодисменты. Доброе утро. Доброе. Это профессионально. По Андрею сразу видно, что экскурсовод, он такой походка. А в чем, почему? Давайте сразу скажу спасибо, что сделали вставочку с календариком и с обувником, потому что я все боялся, что вы повторите фразу, в чем уникальность этого барана, обращенную ко мне. Мы решили разделить эти моменты. А в чем одержимость? Почему так позиционировать? Это не совсем бизнес, это экономика эмоций. И вы, если придете на экскурсию, если я буду вам что-нибудь рассказывать из Википедии, то вы просто мне на раз-два прочитайте. Если я начну гундосить и говорить, памятник слева, памятник архитектуры 19 века, справа зубодробительная дата, слева историческая личность, это скучно, нудно, и минут через 7 вы заснете. А если у нас возникает некая магия, искра, и моя задача не бомбить вас зубодробительными датами, да, моя задача... Вы же местный, да? Почти. Ну, когда Кубанцовы говорят, я местный, потом начинают расспрашивать, откуда он приехал, да? В своем случае. Вот, моя задача, как местный, сделать для вас так, чтобы вы больше не прошли по историческому центру, по улице Красной, просто так, как вы это делали много-много тысяч раз, а делали это с осознанием, где вы бродите, ходите, и за каждым окошечком, уголочком, крылечечком на вас была эмоция, и исходила вот эта невероятная история этого города. То есть именно в этом есть сейчас уникальность этой профессии. Правда, ведь же много мессенджеров, много... Мессенджеров этих, как они называют? Коммуникаторов, интернет сейчас помогают, да? Вопросов... Сейчас нет вопроса найти информацию, да? Не для этого нам делали кучу библиотек, проводили широкополосный интернет и прочее, и вы это сможете найти при все, что я говорю, ну, прочитав все 70-80 исторических источников с одной экскурсии, ну, вы справитесь с этим, я верю, верю в вашу усидчивость и настойчивость. Не проблема найти исторические факты, главное знать, как их преподнести. Наверное, вот в этом и есть одержимость. Если ты топишь за историю Кубани и Екатеринодара, да, я больше все-таки кубановед, вот туда, до 17-го года, тогда тебе люди верят, и тебе не нужно ничего доказывать. Вот в этом есть одержимость и неистовость. Этот бизнес работает только тогда, когда ты неистов. Мне кажется, это вообще в любых профессиях применило. Неистовый ведущий, когда работают, утром прыгают... Хорошо, в такой знаменательный день, вот, когда, как у нас, цветут кусты рябин, вот, дарю вам эту фразу пользу. Правосглашаю, у вас неистовый ведущий. Цветешь, как кусты рябины цветешь. Ну, экскурсии... Подожди, Паша. Заинтересовала экскурсия. Обычно вообще в штатном, да, в штатной ситуации экскурсия? Или есть какие-то недопонимания среди туристов? Какие-то, что-то переспрашивают постоянно, какие-то там стрессовые ситуации? Я всегда перед экскурсией говорю, что, друзья мои, ведливый прогульщик, как я называю экскурсантов. Мне слово «экскурсанты» не очень от него веет вот этот фундаментализм, методичка 67-го года, да, по экскурсоведению и прочее. Я говорю, друзья, задаете сразу вопросы, спорим, доказываем. Едливый прогульщик, счастье экскурсовода. Вот когда у нас полемика, дискурс возникает, когда вы мне рассказываете о том, что изменился климат, как мне бабушка рассказывала в связи со строительством Краснодарского водохранения. Конечно, все мы помним ту чудесную многоснежную зиму 1953-го года, одну из немногих раз в 10 лет, да. И мы начинаем тогда полемизировать, и это тоже часть вот этого исторического действия. Уж просите, что это так не скромно. Ну, а какой-то запомнился вопрос самый интересный? Вот за сколько экскурсий привели уже? Мне запомнились вопросы от ваших коллег, очень оригинальные, да. А какое самое большое историческое открытие вы сделали, когда вот все это дело постигаете, сидите в архивах и так далее. Такой штамп ядреный, который все мы с вами всегда. Вот, нет, я обожаю своих прогульщиков, это совершенно чудесные люди. Как вы понимаете, уж совсем маргиналы не ходят на экскурсии, да, и поэтому у меня все с интеллектом, с едливостью. И у меня есть шикарный материал на предмет весь бред Екатеринодара, Краснодара, все вот эти легенды, улица Красная названа, потому что гнали каторжников, закованных в кандалах и кровь лилась. Ну, это город Омск мне рассказал, да. Ну, а что еще в Омске случилось, кроме колчака и каторги, да? Вот, это как один из вариантов. Ну, посоветуйте туристам, которые только планируют посетить наш регион, может быть, еще дома, еще на Алтае, когда ты, да, там сидишь, условно говоря, что-то поизучать, может быть, поузнавать про регион и потом уже подготовиться. Я жуткий ботаник зануда, и всем советую всегда делать уроки. Бессмысленно, друзья мои, ехать в Стамбул, не прочитав Архана Памука. Бессмысленно ехать в Баку, не прочитав Али и Нино. Может быть, избитую фразу скажу, простите. Нельзя ехать в Екатеринодар-Краснодар, не почитав Виктора Ивановича Лихоносова, наш маленький Париж, Георгия Степанова, закат в крови, и не осознав, куда вы приезжаете. Мы делаем еще одну очень большую ошибку, когда приезжаем в разные города. Откуда вот это, когда навсегда шпыняют за станишность, за село Краснодар, огромное село. Друзья мои, но мы все заложники той исторической среды, в которой мы выросли, так или иначе. Если человек растет в Волгограде, приезжает в Краснодар, то он, естественно, несколько удивленный и, мягко говоря, обескуражен отсутствием широченных проспектов, сталинского ампира. Ну а с какой радости город Краснодар исторический, да, вот с таким пластом историей, должен быть похож на Волгоград, снесенный просто с лица земли и заново отстроенный практически с нуля. Не ищите, пожалуйста, поймите, куда вы приезжаете, в любой город. И не ищите свой город в том, куда вы приехали. Вот это важно, важно прочитать. Андрей, огромное спасибо. Я думаю, я уверен, беседа, беседа это может быть бесконечная. Ну а вы оставайтесь вместе с нами на Кубань 24.